Сегодня будет информационный и очень симпатичный выпуск. Я взялся за рисование вот такой вот штучки, очень симпатичный, с колоннами, и проведу вас по этой истории, покажу, как это все рисуется, как это все происходит. Исходу небольшой анекдот про Микланджело, но это реальная история из жизни. В общем, он написал свою фреску Страшный суд и сказал такую фразу, говорит, вы еще не представляете себе, скольких людей это мое искусство сделает дураками. Да, вот. Ну, да, и эта фреска вызвала ажиотаж, но если вы хотите, вы загуглите, что произошло дальше после смерти Микланджело. Это духовным властям показалось немного таким, ну, неприемлемым для храма, для церкви. И всем фигурам на этой преске нарисовали такие драпировочки, которые закрывают все вот эти вот места, которые кажутся странными. Вот. И эта честь редактировать Микланджело выпала одному не очень талантливому живописцу. Как же его звали-то? Не помню, как звали. Ну, короче, да неважно, как звали. И папа посмотрел и говорит, окей, все классно, все классно. О продолжении в конце ролика. В этом видео я расскажу про эти важные моменты. Это 10 пунктов, как мне кажется, важных при рисовании архитектурной истории. Это перспектива, простая и сложная обобщение в архитектурном рисунке, детализация архитектурных элементов, акцентирование в эскизе на бросике рисунки, объемно-пространственные композиции, которые очень хорошо бы знать, самасштабность, человек, окна, двери, этажность, седьмое, декор, восьмое, свет и тень, девятое, текстурирование, десятое, образность. Вот, в общем, сейчас я буду пока на фоне рисоваться вот эта симпатичная штучка, и я буду проговаривать вот эти моменты, рассказывая, каким образом это все работает в этой стилистике, в которой я рисую. Мне также покажу вот эти вот примеры моих рисунков. Это моя смена парадигмы, смена стилистики. Я пробую приносить туда очень интенсивную историю пятнами. Вот вы видите, раньше моя стилистика более деликатна, более детализирована. Сейчас она меняется и приходят такие сильные структуры. Этими структурами я еще с трудом управляю, но вот вся моя практика сейчас нацелена на то, чтобы принести туда сильное интенсивное пятно. И чтобы это прямо било с рисунка, вы сейчас увидите на таких моментах. И вот эта тема сегодняшнего скетча. На нем я буду иллюстрировать идеи. И первая задача, которая стоит перед человеком, который взялся за рисование архитектуры, за рисование города, за рисование домиков, это перспектива. Это самое важное, это самое основное. Если вы рисуете в перспективе, то у вас плюс-минус все окей. Если вы игнорируете перспективу, то рисунок выглядит странным. Но можно каким-то образом спасаться, интерпретируя всю эту историю. Например, можно пойти в одноточечную перспективу. И это наиболее, как мне кажется, легкий путь. На данном рисунке вот этот вот пример одноточечной перспективы и будет показан. Вы увидите, как сходятся колонны в одну точку. И вот все элементы рисунка, они приведены в одну точку. Плюс одноточечной перспективы в том, что, например, плоскость, направленную к вам, вы рисуете очень просто. Просто прямо, просто фронт. И это очень сильно облегчает рисование. На данном рисунке вы увидите линии, по которым я привел в одну точку. Вот сейчас они сходятся. И по ним я рисую дальнейшую вот эту вот историю с колоннами. И, в принципе, это все, что у меня о перспективе на этом рисунке. Ну, будет немножко детализаций, немножко капиталей, которые придут в ту же точку, что и вот этот вот ряд колонн. Но значительной роли в массиве всего рисунка это играть не будет. Поэтому использовать одноточечную перспективу это во многих случаях довольно удобно и облегчает жизнь. Вторая идея при рисовании архитектуры это обобщение. Безусловно, разобраться в огромном количестве деталей, из которых создана архитектура, ну, тем более классическая, очень трудно, практически невозможно. Эта задача равная подвигу. И для того, чтобы прийти в эту историю с быстрым рисунком, со скетчингом, вы в любом случае будете вынуждены обобщать. Если вы не обобщаете, вы уткнетесь в детали. Поэтому нужно выбирать главное и рисовать в первую очередь вот это главное. А главное это большие объемы домиков, это пересечение форм там, где сходятся линии в углы. Вот это вот максимальным образом. Обратите на это внимание. Ну, это очень просто при наличии такой большой практики. Обратите внимание, что я делаю с колоннами. Я акцентирую углы пересечения форм. И вот это уже дает ряд. Я еще не прорисую само тело колонны. Там довольно много рисования было бы, если бы я захотел это делать. Нет. Сейчас я просто рисую акценты. И акценты там, где пересекаются формы. И я рисую области тени. Если поступать так, то можно идти такими широкими шагами. Это удобно. Третий пункт детализация. Детализация очень важна. Когда мы рисуем архитектуру, нужно с уважением относиться к тому архитектору, который делал вот эту вот работу, который сделал вот это вот великолепное произведение. И для того, чтобы отразить детали, которые он принес в эту историю, нужно очень постараться. Ну, я рекомендую делать детализацию на местах пересечения форм. Там, где я рисую, например, области тени, вы приносите туда детализацию, и она будет хорошо работать. Хорошо приходить в глаз человека. Хорошо смотреться на рисунки. Если вы продетализируете всю классикость рисунка, каждый кирпичик нарисуете, то это будет очень нехорошо. Потому что глаз будет теряться. Придет дробность, и будет ощущение, что рисуешь очень много, а смысла в этом особого нету. Поэтому рисовать нужно не очень много. Рисовать нужно на местах акцента, на местах пересечения форм. На местах, куда вы хотите привести взгляд человека. Чтобы он обратил внимание, и именно там детализировать. Это хорошая дорожка, хороший рисунок, и достаточно быстро по времени. Четвертый принцип — это акцентирование. Вот то, что я сейчас делаю, я, например, акцентирую колонны. Я выделяю на них внимание, я выделяю на них тень, я выделяю на них акцент, и веду туда взгляд человека. Вы видите, что получается ритм. Ритм с большими такими сильными пятнами. И так как этот ритм есть, глаз человека идет туда и рассматривает вот эту вот историю, которую я ему заготовил. Я знаю об этом, и поэтому направляю туда взгляд человека. Продетализирую то, что я уже создал ритмом. То, что уже создал такими пятнами интенсивными. И это поможет мне сделать мой рисунок намного более эффектным. И акцентируя, я выделяю основные элементы, главные элементы. Для меня это ряд колонн. Все остальное мне меньше интересно. Поэтому я прорабатываю те элементы, которые я хочу принести в глаз, в взгляд зрителя, чтобы он обратил на них внимание. Именно их я акцентирую. Все это завязано в принципе, в том, чем является работа архитектора. Это объемно-пространственная композиция. И, думая о том, как нарисовать эту объемно-пространственную композицию, хорошо бы представлять ее себе в объеме и на листе. То есть мы не просто смотрим, изучаем, каким образом складывается плоская картинка перед нами. Мы думаем, каким образом работает это пространство. Если я рисую галерею, то я должен понимать, как она уходит туда. Там приходит на другую улицу, или как она взаимодействует с окружающим пространством. И в рамках вот этого вот большого кубика, или прямоугольника, про лилипибида, который представляет собой вот это вот здание, вот этот вот домик. Это важно для того, чтобы ваш рисунок был убедительным и интересным. В принципе, каждый раз, когда вы рисуете архитектуру, вы отрабатываете объемно-пространственную композицию. И ваши возможности представления и осмысления этой истории очень улучшаются с каждым разом, шаг за шагом, подход за подходом. Вы все яснее видите пространство, вы все яснее понимаете форму. И когда вы уделяете этому достаточно внимания в рисунке, то, пожалуйста, обратите внимание, когда вы гуляете по городу, каким образом будут открываться по-новому, совершенно по-новому городские места и архитектура. Вот у меня лично такое ощущение, что я, например, иду, и у меня такая пелена на глазах. Я иду в великолепный Петербург, там великолепный Рим, прекрасный Милан, там замечательные Пиазера, другие города, ну разные города. И если я не скетчу, если я не рисую постоянно, то я вижу, это очень симпатично, это очень симпатично, да, это симпатично. Но если я перед этим рисую, например, там час-два часа, я иду и понимаю просто, насколько гениальное решение принесено в ткань городскую Санкт-Петербурга. Я иду и балдею, потому что я намного лучше понимаю то, что сделали архитекторы. Архитекторы работали со средой, там огромное количество времени. У них пришла задача сделать домик, они невероятно интенсивно поработали, очень круто подумали, сделали превосходное решение. И я, если не скетчу, то оно мне не бросается в глаза. А если я скетчу, то я считываю это просто прямо в постоянном режиме. И от этого в голове происходит невероятный восторг. Вот, в общем, это то, каким образом работает там понимание объемно-пространственной композиции в скетчинге. Это очень интересно. Многие мои студенты говорят, что вообще с другой стороны открывается город, если ты, ну, рисуешь через перспективу городской пейзаж, не просто через картинку, а именно через перспективу. Это потрясающий опыт, невероятный. Он дает просто счастье гулять по городу. И глаза такие круглые по пяти копеек. Или челюсть в полу. Ты идешь такой, о, что происходит? Как я это не видел раньше? А потом на следующий день идешь, и как бы, ну, и все, ок. А нужно снова порисовать. И тогда снова начнешь понимать, это работает, это реально. И, в принципе, если брать вот эту вот тему, разбирать подробнее, то ставят вопросы самосштабности. Самосштабности человеку. Потому что город он сделал для человека. И в самосштабности с его средними размерами, средними пропорциями. Человек должен приходить в домик, идти по улице, взаимодействовать с окружающим пейзажем. И все проектируется вот под эту историю. Поэтому я прям очень рекомендую. Вот в этом рисунке я этого не сделал в самом начале. Но вы, когда начинаете рисовать архитектуру, ставьте рядом нарисованного человечка. Ну, средний размер, там, метр семьдесят. И вы уже от него будете понимать примерное соотношение масштаба. Примерное соотношение размеров того, что вы рисуете. Это очень полезно. И невероятно оживляет рисунок. Там, где просто камни, но окей. Там, где есть человечек, хотя бы намечен его размер. То глаз человека понимает, окей, вот это уже знаваемая мной ситуация. И на ваши, например, непроработанные элементы скетчинга. Глаз человека начнет накладывать привычные ему виденные им уже ранее паттерны. И тем самым приносить в ваш рисунок ненарисованную вами ценности. Вот как раз я перехожу к рисованию человечка. Я вспомнил об этом, образумился и вот принес такую фигурку. И сразу вся размерность стала понятна. Сразу, например, вот эти вот окна в домике стали невероятно огромными. Но в галерее понятно, какой масштаб. В общем, вот это как чудо. Приносишь человека, и все становится намного более интересной историей. И седьмой пункт, элемент, это декор. Рисовать декор исключительно сложно, по моему пониманию. Мне, например, гораздо проще сделать четкую архитектуру, обобщить ее, сделать перспективные сокращения. Ну, где-то я там ошибусь, ну, окей, это будет один подход, два, три, четыре. Ну, а потом я все это победю, да, побежу, победю. Вот. Но если приходит история с фасадным декором, это же лепнина, это все вот такие скульптурные орнаменты, скульптурные композиции, фигуры, и это все очень сложно. И я думаю, каким образом здесь поступать? А поступать нужно тем же самым образом. Нужно идти в историю обобщения. Если вы затренировали вот этот навык обобщения, то вы не будете замыкаться, останавливаться в скетчинге. Вы просто обобщаете это так же, как и другую историю. Например, вот этого человечка я не прорисовывал, я просто обобщил фигуру. Примерное мое понимание. Там есть голова, там есть, ну, такой какой-то плащ, который сдувает ветром. И вот он стоит и чуть-чуть терчит рука. И это все, что я могу сказать о человечке. Точно так же подходить нужно к элементам декора. Если вы хотите прорисовать декор, то он, наверное, должен быть акцентом, и на нем должно концентрироваться внимание на рисунке. Но если вы хотите просто показать, что у вас есть на стене декор, вот посмотрите, я там его чуть-чуть наметил, чуть-чуть наметил, и он как бы присутствует. Можно дать им небольшое теневое обоснование. То есть свет падает, падает тень от декора, и таким образом он прорисовывается. Но не прорисовывать его прям очень интенсивно. Повторюсь, если декор не акцент на вашем рисунке, то его не стоит прорисовывать. Можно просто наметить, а сосредоточиться на более важных для вашего рисунка элементах. Вот видите, я пытаюсь сосредоточиться на колоннах. Мне это очень интересно. А декор, ну, так, фрагментарно. И все это приводит нас к восьмому пункту. Цвет и тень. Цвет и тень — это вообще самое важное. В зависимости от того, как работает цвет, и как он работает с архитектурой, и как архитектура отбрасывает тень, от этого зависит вам много, насколько убедительно выглядит ваш рисунок. Посмотрите, здесь цвет работает с колоннами, и колонны интенсивные, и много тени на домике, которые внутри галереи. И это все использование света, света и тени. Нужно обязательно думать, каким образом свет будет распределяться по архитектурной композиции, и каким образом тень будет падать внутри этой архитектурной композиции. Это супер важно. И пункт девятый — текстурность. Я сейчас покажу этот рисунок покрупнее, и вы увидите, что вот это вот эксперименты с полиэтиленом, с бумажкой, салфеткой, дают хорошую текстурность. И плюс эта текстурность связана со штрихами. И это вкупе дает хорошее положительное впечатление от рисунка. Он кажется детализированным, он кажется интересным. Вот таким образом работает текстурность, как детали. А все вкупе дает десятый пункт — образность. То есть у архитектуры выявляется характер. Это показывается история. Мы видим там, что это такая древняя штука, сильная штука, красивая штука, великолепная, потрясающая архитектура, образность, характер, стиль, удовольствие. Ну, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео и зарядило вас практиковать. Ну, делать подход, подход, подход. Как делаю я, как в спорте. И вот это вот работает. Вот вся рука такая. Вот это вот все в чернил. Я практикую из-за психосилы. Вы тоже должны делать такое же. Ну, в смысле, если вы хотите нормальные результаты. В общем, вот, смотрите, там и эти мои картины продаются. Там ссылка на Saatch Gallery. Можно переходить, смотреть. И если вы хотите покупать. И внизу в плейлистах очень много про архитектурную графику. Как рисовать. Как рисовать город. Как рисовать человека. Как рисовать ландшафтную архитектуру. Ландшафтный дизайн. Вот это вся моя тема. Скетчинг. Быстрый скетчинг и суперэффектный. И это моя итальянская школа. Почему итальянская? Ну, короче, все знают уже. Мой бэгграунд. Сколько раз проговорил. Окей. Всем чао-чао. Хорошего дня. И продолжение этой истории. Этого неудачливого художника, который редактировал Микеланджело. Звали Даниэли де Вольтерра. Если ничего не путаю. Вот. И папе понравилось. Все хорошо. Теперь все прилично. Но этот художник получил прозвище, которое носил до конца жизни. Исподничек. Как грустно. Как драматично. И вот еще я подобрал вам здесь разные плейлисты. Посмотрите. Покликайте. Выберите себе наиболее любопытный и интересный. И просмотрите. Это на пользу. Все на пользу. Покликайте.